Провокация является широко используемым в обычной политической практике инструментом, и им обычно пользуются ради достижения противоречащих здравой логике целей или же дозавуирования действия международного права. Пускаться за примерами в долгие поиски не надо. Каждодневно армянские вооруженные силы умышленно нарушают режим прекращения огня вдоль линии соприкосновения в Карабахе. Они все время наращивают разрушительные усилия, чтобы доказать международному сообществу отсутствие предпосылок в достижение мира. Для государств-посредников ничего не стоит убедиться, что все именно так и обстоит. Азербайджанские дипломаты всегда и во всех деталях, ставят в известность минскую группу ОБСЕ, напоминая, чтобы те оказали воздействие на агрессивный Ереван. Дефицита информации о действующем положении вещей нет, и чтобы придать толчок мирным усилиям, необходимы направленные предупредительные сигналы, увлекшиеся провокациями Армении. Как раз в день саммита ЕАЭС, сопредседатель Комитета по армянским вопросам Конгресса США Франк Паллоне посетил оккупированной Армении и Нагорный Карабах на военном вертолете. Слов нет, что это была тщательно продуманная провокация, адресованная Россией и Ирану с явно прослеживаемым смыслом. Вашингтон дает знать, что держит руку на пульсе Кавказского региона, даже в мыслях не допуская усиливающегося регионального лидерства Москвы и Тегерана. Газета «Новое время» уже обращала внимание, мягко говоря, на своеобразную ситуацию, которая складывается с представителями сепаратистского режима, созданного на территории оккупированного армянами Нагорного Карабаха. Официально этот режим никто не признает, но вот его представители, отметим, не рядовые люди, а лица, которые представляют себя министрами, депутатами парламента этого сепаратистского образования, спокойно и беспрепятственно разъезжают по всему миру и ведут там пропаганду. И это, наглядное проявление двойных стандартов, которые сегодня стали неотъемлемой частью мировой политики. Поддержка карабахских сепаратистов, это позиция определенных людей, находящихся на том или ином уровне власти в различных странах, и отказываться от нее они, эти люди, не собираются. США ведь являются страной-сопредседателем Минской группы ОБСЕ, которая занимается урегулированием Нагорно-Карабахского конфликта и посещение некоторыми конгрессменами США, Карабаха, просто недопустимо. Пора, пора уже Азербайджану принимать жесткие меры не только против отдельных лиц, но и стран, официальные лица которых дружат с сепаратистами.